Всем доброго времени суток, дорогой Аня! Я вам сегодня сниму несколько вещей, которые я заказала себе. Первое, что бы мне вам хотелось показать, это вот такая вот бархатная вещица. Такой блестящий бархат. У нее артикул 48, эту вещь я оставляю. Состав 95 полиэстер, 5 эластан, артикул 194, 87. Понравилось все, как сидит, на самом деле классно сидит, недостатки скрывает. Оно мне прям как раз, как раз сидит по фигуре. И, если честно, я очень-очень довольна. Значит, низ штанов выполнен прямо. Вот, можно носить, как вы понимаете, и с туфлями, и с курточкой зимой, и всякое разное. Но это такой полухолодный материал, я не скажу, что от него тепло. Пояс тоже такой широкий, приятный. Тут идут петельки. Ну, петельки вот такие вязаные, нормальные, но, в принципе, хорошо. Да, вот такой вот пояс. Давайте покажу вам поближе. Этот материал очень так хорошо смотрится. И, хотя он блестящий, он не увеличивает фигуру. Вообще, вообще, нисколько. Вот. Пожалуйста, напишите мне в комментариях. Мне кажется, что он такой красивый, симпатичный, все такое. Ну, вот, вы знаете, тут есть один недостаточек. Видно, не видно. Видите, пуговка, она разъезжается вот в разъеме груди. Вот я сейчас-то заметила, в прошлый раз я этого не видела, к сожалению. Вот, не знаю, посмотрю, что можно сделать. К сожалению, вот, ну, вещь просто красивая. Ну, очень красивая, мне очень-очень нравится. Мужу, опять-таки, не понравилось, да? Сейчас он меня снимает. Второй костюмчик, который бы мне вам хотелось показать, он уже фигуру увеличивает. И, если честно, очень даже сильно. И, когда мы мерили с хорошей, знакомой данную вещь вместе, то она сразу сказала, нет-нет-нет. Вот. Тоже 48 размер. Артикул 194 856. Также состав 95, полиэстер 5, эластан. И еще вот, знаете, тут на том костюме как-то покрепче. А вот на этом костюме, если честно, вот эта вот пуговка, она пришита не совсем крепко. И вот эта вот пуговка как-то вот, вы знаете, она уже начала отпадывать. Вот. Что мне еще очень сильно не понравилось. Вот. Поэтому я думаю, что вот... Ну, и знаете, как-то вот попу сильно увеличивает. Если это стройнит, то вот это, ну, реально как-то вот я больше в нем стала, больше объемнее. Ну, я думаю, вы сами увидите на видео. Сейчас на мне трикотажный комбинезон для женщины. Цвет пыльно-розовый. Вот. Ну, что хочу сказать. И чувствую я себя в нем не совсем как бы уютно. Потому что, не знаю, мне кажется, что он как-то сильно очень увеличивает мою фигуру. Может быть, это цвет не мой или мой, не знаю даже. Ну, вот смотрите сами. И следующее-то платье, которое я оставляю, оно муж против. Он не хочет, чтобы я такое носила. Он сказал, что оно меня старит. Но оно мне понравилось, как оно на мне сидит. Именно со шпильками. Просто шикарное. Смотрите, какое оно классное. Да, тут идет просвечивающий материал. Снизу такой обычный. Да, обычный материальчик. Пошито все хорошо, все качественно. Да, состав тут идет 65 полиэстер и 55 люрекс. Вот. Прокладка, подкладка 100% полиэстер. То есть, получается, что в принципе, такое универсальное платьишко. Да, тут идет поясок. Он лежит ровно по талии, когда вы одеваете его. И тут вот все просвечивает. Да, то есть, вот это вот загибается очень. Очень близко к середине шеи. Да, вот это вот идет. Поэтому, как бы, лифчик, да, вот бретелька от бюстгальтера идет вот где-то в этом месте. Поэтому нужно что-то или кремовое, да, вот в этом месте идет. Или нужно что-то кремовое одевать из нижнего белья. Или уже под цвет платья. Но платье, оно просто великолепное, да. И вот эта ткань, она просто супер. Мне очень понравилось, да. Вот смотрите, какая красивая ткань. Вот это вот она просвечивает. Да. Пряжечки вот такие вот железные. Я думаю, что стирать его только замачивать. Все. Ну, пошив, конечно, платье очень качественное. Очень качественное. И мне, меня прям все устроило. Это платье с коротким рукавом для женщины. Цвет графитовый. С мужем у нас возник насчет него спорный вопрос. Мне оно очень понравилось. И кажется, что с каблучками очень даже неплохо смотрится. Муж сказал, нет, не оставляй его. Но я его решила все-таки оставить. Потому что оно хорошенькое. Ровно село по фигуре. Это вот такое вот платье от Валентина Юдашкина. Валентин Юдашкин, как всегда, на высоте. Честно вам скажу, что я очень довольна данным платьем данной коллекции. Буду носить его с удовольствием. И на Новый год надену. И на форум Фаберлик надену. И вообще буду прям... И на фотосессию я в этом платье съезжу. И вообще, такое оно красивое. Оно просто... Ой, ну такое женственное. Такое классное. Я его даже описать не могу. Смотрите, какая у него здоровенная юбка. Сейчас я отнесу подальше. Это все его юбка. И оно... Походу юбка, она вообще на 180 градусов делается. Смотрите. Это все юбка. Это ткань шикарная такая. Классная. Полупросвечивающая, да? Вот. Подклад. Если я до него доберусь из-под юбки. Да? Подклад тут тоже, скорее всего, полиэстер. То есть, там такая маленькая платьишка под одевалочкой идет. Да? Вот смотрите. Там уже пояс начался вот внутри. Да? Идет. И там уже вот верх изделия. Вот. То есть, это платье просто шикарное. Оно называется платье без рукавов. Для женщины. Ну, как вы видите, такие вот нежные рукавчики тут пришиты. Они очень хорошо смотрятся. Они, как вам сказать, да? Вот если с ручками что-то немножко не так от возраста или полный человек, еще что-то, то они скрывают вот эти вот немножко, прикрывают, скрывают, да? То есть, смотрите, платье для женщин без рукавов. Артикл 195-462. Цвет розовый. Размер 48. Состав верх. И подкладка. Все 100% полиэстер. Тут идут лямочки, бретельки, которые регулируются. Это декольте считается для меня лично низким, да? То есть, это нужно носить с бельем именно пуш-ап или такой балконет, да? Вот балконет, скорее всего, надо одевать. Иначе уголочки будут тут вот без галтера видны. Или просто вот немножечко повыше сделать, если у вас балконета нету, да? Вот, пояс отличнейший. Единственная сложность, это была сзади. Да, была сзади. Вот тут вот, как обычно, это, я не знаю, это уже вошло в традицию. Очень сложно застегнуть. Вот на этом вот месте, вот именно в этом месте, когда вы его одеваете. Так вроде бы нормально, да? Оно одевается, снимается, все хорошо. Но если вы будете это делать на себе, оно, когда распределится по изгибам тела, то вы почувствуете, вот тут вот сложность застегнуть. И меня, на самом деле, муж долго вот в этом месте застегивала самостоятельно. Я вообще не смогла. Тут спинка полностью закрытая, да, сзади. Все хорошо, все здорово. Пояс тут не прилагается, но он тут и не нужен. И вот такая вот шикарная юбочка. Ну, просто обворожительная вещь. Сейчас на мне платье без рукавов для женщины. Цвет розовый, от Валентины Рюдашкина. Посмотрите, какая красота. Это просто, я не знаю, это просто сказка какая-то. Я такая довольная. Конечно, не с черными туфлями носить. Понятно, что нужно тут кремовые. Но смотрите, как оно приталивает. Как оно выделяет. Единственное, что под это платье нужно обязательно нижнее белье. Балка нет. Покупать. Вот. Что хочу сказать. Нижняя юбка довольно-таки тоненькая, аккуратненькая. Платье я не гладила. Потому что, честно сказать, я его не померила перед тем, как вам показать. И сейчас я прям, ну, в полном, в полном восторге. Да, единственное, что, ой, ну, вообще прям, все достоинства вперед, да, что тонкая талия, да, осанка есть. А недостатки так раз, и под юбочкой все спрятались, как будто и стройные. С удовольствием вам померю, продемонстрирую. И я думаю, что вам понравится. Следующая вещица, которая, вы знаете, этот пиджак. Так, в первую очередь, что я в нем отметила, это то, что он меня стройнит. Он стройнит меня так хорошо. Он скрывает все недостатки и выделяет все достоинства. И он так и приталивает здорово, и все. И вообще, мне он очень понравился. Очень. Вот этот пиджачок, ну, просто супер. Да, у него идут, как вы видите, бархатные кармашки, да, и бархатный воротничок. Вот. Далее, значит, так, кармашки, я не... Да, кармашки, обмашки, я так понимаю, да. Нет, такое чувство, что там они есть, но просто зашиты. Или их там нету, непонятно. Надо, девчонки, разбираться. Но тут, как будто бы, кармашек есть. Немножечко. Как будто бы он там внутри вшит. Вот, а нет, да, вот, начало. Вот, вот, вот он есть, кармашек. Прошу прощения. Да, то есть, все хорошо. Вот он до сюда глубиной, карман, вот так идет. Все хорошо. Это эмблемка тут. Это кармашек, обмашек уже точно. Это эмблемка. Тут вставлены такие вот пластмассовые кристаллики. Логотипчик, да. И идет Юдашкин Фаберлик. Логотип совместный. Кстати, вот, сам логотип мне очень понравился. Да, вот, на туфлях, я думаю, его будет лучше видно, да. Вот этот логотипчик Юдашкин Фаберлик. Очень красивый логотип. Такой, что... И тут идут две пуговки с запасом, да. Очень хорошо. У меня уже, когда заказываю одежду Фаберлик, у меня уже есть целая баночка. Вот с такими вот пакетиками, с такими вот пуговками от детской одежды, от мужской и так далее. Да, то есть это жакет для женщины. Артикул 195-57. Цвет ярко-синий, размер 48. И состав 58 полиэстер, 38 вискоза, 4 эластан, подкладка 100% полиэстер. Да, такая вот классная вещица. Сзади он смотрится просто. И тут есть такой вот разрез. Ну, просто классно смотрится. Я в восторге от него. А когда я его одену, вы, наверное, сами удивитесь. Мне оно очень понравилось. Сейчас на мне жакет для женщины. Цвет ярко-синий. Валентин Юдашкин. Ну, сами видите, какая красота. Он меня так приталивает. Он меня и сделал и женственной, и строгой, и похожей на бизнес-леди. И в то же время я не скучная и не серая, да. То есть вот, ну, прям, ну, я не знаю, ну, просто идеально, да. Ну, как вы видите, я его еще плохо отпарила. Но когда я его отпарю по-хорошему, он сядет на мне хорошо. А просто я еще не гладила его из-за того, что не все перемерила и думала сдавать, не сдавать. Так он сядет вообще идеально, если рукавчики еще погладить. Да, тут, смотрите, такие четыре классные пуговки. Все мне очень-очень нравится. Тут раз. Тут две пуговки, да. Карманчики тут. Настоящие. Ну, то есть все здорово, все классно. Буду носить с удовольствием. И с брюками, мне кажется, и с джинсами. Ну, и дальше, чтобы мне вам хотелось показать. Это такой вот склад у меня одежды накопился. Честно скажу, тут два заказа. Вот. Первое это мягкое, хорошенькое, повседневное такое вот. Такой вот свитерок. Были некие затруднения. Вот тут вот его одеть, да. То есть я заказала свитер сорок шестого размера. Да, вот смотрите, сорок шесть. Девяносто процентов хлопок. Сто процентов, десять процентов кашемир. Все хорошо. Он мягкий, классный. Да, но смотрите. Тут была ошибка. И мне пришел сорок четыре. Ну, я не скажу, что он мне мал. Он мне нормально. Но все-таки хотелось бы получить сорок шесть. Возвращать я его не стала. Из-за того, что дочка попросила меня взять его себе. Поэтому вы его в ближайшем времени увидите на дочери. Мерить вот этот свитер я точно не буду. Потому что я его еле натянула. И честно скажу, если мне его носить, то это мне надо его сначала одевать, а потом наносить тональный крем на лицо поверху. Потому что все лицо аж прямо царапает. Тут вот очень мало мне места. Вот именно в этом. Не знаю. Может у меня голова большая. Но я сразу, достав из упаковки, поняла, что он маленький. Он не сильно плотный. Но тут есть, смотрите, такой вот начосик. И если честно, он при натяжке практически не просвечивает. Что очень классно. И такая зимняя версия облегченного свитера. Я бы так его описала. Понравились мне вот такие вот штаны. С удовольствием буду их носить. Они на мне немножко свободны. Но я думаю, что они все равно должны же подрастянуться. Тут идут кармашки-обмашки. Это делает как-то вот визуально стройнее. Потому что, видите, по обоим сторонам идут замочки. Идет 48. Тоже запасная пуговка. Это просто от Фаберлик. То есть это и не Рогов, и не Дашкин. Это просто от Фаберлик. А одежду чисто от Фаберлик я почему-то очень люблю. И большинство одежды мне всегда подходит. Это брюки для женщины. Артикул 194756. Цвет графитовый, размер 48, 95% полиэстер, 5% эластан. Честно скажу, они на мне что-то типа как леггинсы. Штаны довольно-таки плотные. Они не просвечивают. То есть, ну, как бы, в принципе, все здорово. Под них можно и колготки надеть, и так просто их носить. И со шпилькой, и с кроссовками. Удобный такой толстый поясочек. Нареканий никаких нет. Все застегнулось здорово. Кстати, тут идет застежечка, которая не увеличивает объем живота. Да, сами знаете, там, заклепки, пуговицы делают живот еще объемнее. Тут же она, вот, как бы, плоская застежка получается. И это здорово. Вот такие вот штаны. Понравились, понравились очень. Вот красота. Катюш, повернись. Угу. Вот. И... И, и, и... Брюки для женщины цвет графитовый. Размер 48. Ты мои надела. Угу. Я тебе 42 заказала, а ты мои надела. Ну, ладно, ничего страшного. Маме меньше... Поэтому уже... Да, маме меньше мерить. Я заказала и себе, и дочки одинаковые. 95 полиэстер, 5 эластан. Вот. Далее. Пиджак. Пиджак очень даже симпатичный. Не подошел, не сошелся в груди. Но, чтобы он сходился в груди, в принципе, и не надо. Ткань очень такая интересная. Сейчас скажу, что это за ткань. Да, то есть, ткань идет полиэстер. 9 эластан, 15 люрекс. Размер 46. Мультицвет. Я думаю, что 48 был бы мне велик в талии. Потому что этот в талии мне идеально сел. Вот. Артикул 194701. Тоже, как вы видите, пуговка идет в комплекте запасная. Вот. И такой вот он изнутри блестящий, симпатичный. Да, видите? Вот. И он мне плотный. Это просто, вот знаете, стильное украшение. И очень, в принципе, хорошо смотрится. И рукав такой вот. Кстати, я таки очень не люблю, но мне он понравился. Мне он понравился. Буду носить с удовольствием. Сидит на мне хорошо данный рукавчик. Вот. Карманы, карманы. Карманов, по-моему, нет. Ну, такая простая вещица. Классная, стильная. Можно. Я считаю, что его можно надеть на любую маечку. И уже будет хорошо смотреться. Сейчас на мне блоска с длинным рукавом для женщины. Цвет мультикалор. Ее я оставляю. Она мне очень понравилась. Я прям в восторге. В восторге. Но, конечно, не с этими штанишками. Они на мне как леггинсы. Катюш, встань. Мы с Катей поменялись штанами. Я и заказала такие же. И мы перепутали. Это брюкель для женщины. Цвет графитовый сейчас на мне. Размер 46. Артикул 194-934. Она идет розовый меланж. 90 хлопок. 10 кашемир. И тут опять-таки тоже размер 46. И с этим делом все хорошо. Вот. Все здорово. Все классно. Поэтому с удовольствием буду носить. Я ее уже померила. И вам покажу, как она на мне смотрится. Точно-таки такая же, как серая. Только теперь размер правильный пришел. И Катюшка вот одела свой размер. Кать, нормально? Лучше я думаю, да? Да, да. Вот. Коленки не обвисают. Да, да, да. И вот это вот у нас так. Дай-ка я там покопаюсь в волосах. И это у нас от Рогова кофточка. Трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины. Розовый меланж. Размер 46. Брала я для себя, но дочка выпросила себе. Далее. Далее. Вот еще не знаю что. Но точно буду оставлять. Вещь мне понравилась. Не знаю, с чем я ее буду носить. Но вот с этими серыми штанами точно. Что надевать под нее еще не решила. Футболка, мне кажется, будет не так хорошо. Вот. Это трикотажный кардиган для женщины. Цвет бирюзовый. Размер 46. 100% полиэстер. Артикул 194. 665. Он нежный, ласковый, пушистый, хорошенький. Да. То есть вот никаких нареканий к нему нет. Но вот я почему-то как-то не знаю. Мне кажется, что это уже для более зрелого возраста. Или я такая мнительная. Не знаю. Вот. Я вам покажу эту кофту. Я вам покажу ее. А вы мне в комментариях потом напишите. Вот. Не знаю. Но свекровь у меня тоже, в принципе, на эту кофту глаз положила. И я считаю, что если не мне, так ей. Да. Поэтому вещь 100% оставлю. Потому что такой зеленый, свеженький цвет. Но не яркий. И так-то, в принципе, классно. Мне нравится. Сейчас на меня трикотажный кардиган для женщины. Цвет бирюзовый. Он идет без застежек. Да. И вот эти вот маечки, как Рогов их называет, под одевалки. Которые как бы просвечивают. Даже одев белье телесного цвета. Может быть, вам на камеру и не видно. Но оно просвечивает. Поэтому я не буду вам ее целиком показывать. Это просто некрасиво будет. И вот смотрите. Мне кажется, оно меня увеличивает. Напишите свое мнение. Что-то я и в восторге, потому что она удобная и классная. И не в восторге, потому что как-то мне кажется, что я в ней намного больше стала. Да, то есть это из этой же серии, что на мне платье. Это легкий трикотажный джемпер с высоким воротом для женщины. Цвет молочный. Размер 46. Я не смогла его надеть никак. Он мне не проделся в голову. Я долго старалась. У меня ничего не получилось. Да, вот такая вот красота. Покажу дочке. Дочке еще не показала. Да, то есть смотрите. У него есть такая особенность. Он ничем не подшит. Что платье, видите, ничем не подшито. Да, что это ничем не подшито. Но это такая ткань, которая не сыплется, не распускается. То есть все с ней в порядке. Вот. Далее, значит, вот этот вот воротничок, в принципе, он смотрится нормально, хорошо. Как он даже сказать. Вот я мерила на дочку, на младшую, посмотреть. Да, то есть ей и то в голове туго было. Вот. Там я высмотрела воротник. Вот. А себе я как бы не смогла надеть на голову. Ну вот смех и грех, да. То есть еле-еле продела. Вот. Такое чувство, что я головасик. У меня еще никогда такого не было с компанией Фаберлик, чтобы вещь не налезла. Через голову, да. И у нас еще получилась одна дилемма. Да. Вот эта кофта не налезла ни на голову Кати, ни на мою голову. Поэтому померить мы ее не смогли. Давайте после меня. В смысле? Надените. А, сначала, чтобы ты натянул, да. Ну, я не знаю, что тут такое вставлено в ней. Но она вообще, как бы, она вроде бы тянется. Антирастяжительная. Да, антирастяжитель или что-то такое. Но вообще что-то нереальное. Просто невозможно натянуть на голову. Я была очень удивлена этому, да. И, как бы, не знаю, почему так получилось. Вот это платье оказалось мне великой. Великой очень сильно. Но я его вам померю, покажу. Хорошенькое платье. Отличнейшее платье. Нареканий к нему никаких нет. Вот. Фасон хороший. Сшито все здорово. Но вот что-то у нас с этим платьем не сложилось. Очень интересный бегуночек. Смотрите, какой бегуночек. Это молния на спине. В талии идет такая вот что-то типа резиночки. Которая чуть-чуть, слегка немножко тянется. Спереди ее практически не видно. Тут такие вот по две штучки в тачке. Да, вот видите, такие вот. По одной даже, да. Нет, по две. И вот тут вот тоже их две. Такие вот на талии, да, около живота. Вот так вот. И сзади уже идет вот эта вот резиночка. Мне оно в каталоге очень понравилось. Я его взяла. Рука в три четверти. Такой, какой я люблю. Но вот не сложилась у нас судьба. Да, и смотрите, как красиво. И мне кажется, что это и не ярко, и не броско, и не просто. Да, то есть и вот здорово и классно. Но вот увидите, как оно на мне сидит. Сейчас на мне платье с укороченным рукавом для женщины. Цвет мультикалор. Муж уже смеется. Да, то есть, ну, как вы видите, оно мне велико. А на размер меньше, если заказать. Мне кажется, что будет очень даже красиво. Ну, конечно, это платье только на возврат. Вот маечки под одевалочки. Я заказала белую, заказала розовую и заказала черную. Вот вы знаете, розовая сразу на возврат, потому что они все просвечивают. Это, ну, вообще, даже можно на нижнем белье, которое надето под эту майку, разглядеть легко рисунок. Мне такие под одевалки не нужны. Да, то есть, белая смотрится хорошо, классно. С белым нижним бельем, которое ровно ей идет. Да, то есть, без всяких узоров, рисунков. Она смотрится здорово. Фигуру она как будто бы стройнит, эта маечка. Да, то есть, она такая простенькая, классная. Все три маечки 46 размера идут. Вот, но розовую мне просто, ну, не с чем одевать, не с чем носить. Я ее хотела носить самостоятельно, но даже дома в такой не походишь. Вдруг кто-то придет в гости, все просвечивает, все видно. Поэтому я оставлю вот беленькую. Она мне очень понравилась, да. Артикул у нее 194,98. Вот, розовую я отправлю на возврат. Артикул 194,907. Хотя очень приятный такой цвет. И майку для женщины с артикулом 194,916 я тоже оставлю. Вот, с черным нижним бельем. Я думаю, будет нормально ее носить. Но вот вы знаете, ну, просто... Что-то я не пойму, что мне и носить с коллекцией, да. Особенно коллекция Рогова. Как-то вот у нас мы с ней не подружились. Далее туфли. Отлично, замечательные такие туфли. Но, к сожалению, они мне велики. Оказались велики. Велики очень сильно. Я вам сейчас одену одну и другую. И вы это дело все сами увидите. Ну, то есть, вот, смотрите, они уже видно, да, что они не велики. Вот. И не получится у меня их носить. Просто выпадает нога. Просто выпадает нога. Ну, вот, вы знаете, у меня работает нянечка, у Вики Любови Георгиевны. Ей они подошли просто идеально. А мне вот, как вы видите, ну, вообще спадают только в путь. Но они очень красиво смотрятся, очень хорошо. Я их хотела носить вот с этим вот пиджачком. Но не сложилось. Не знаю, пробовать ли, заказывать ли мне 37 размер. Потому что, может быть, они мне опять-таки будут узки. До этого в компании Фаберлик мне очень шел именно 38 размер. Мой размер. Я не знаю, что случилось и почему так сильно они мне велики. Попробую заказать 37, если они будут. Вот. Померю прямо на АП. Если что, сразу же отправлю обратно. Но туфли просто идеальные. Просто классные. Они удобные. Колодка удобная. Все хорошо, но нет. Очень сильно велики. А при ходьбе на них, ну, просто нога спадает. Туфля, да, смотрите, какие они. Да, они и не броские, но и не простенькие. И вы уже будете в них смотреться оригинально. Шпилечка, но невысокая. И ноге будет в них комфортно. То есть, ну, грубо говоря, Юдашкин продумал все. Да, мелочей, но вот я ошиблась с размером. Это туфельки очень красивые. Очень классные. Да, посмотрите, пожалуйста. Да, все, в принципе, проклеено качественно. Вот я специально свет даже, да, направила. А тут логотипчик. Юдашкин и Фаберлик, да, что это совместно. В комплектах во всех идут запасные набойки, что очень удобно. Они приходят в таком мешочке, не в коробочке. Вот, подошва, видите, такая ровная, гладкая. Ну, все хорошо, все здорово. Вот прям. И по качеству, вот, я не могу придраться и сказать, что там качество или еще что-то плохое. Единственное, что, по-моему, надо заказывать на размер меньше. Как я считаю. Потому что при ходьбе они на мне как шлепки. Вот, ну и следующее. Очень мне понравились такие вот ботильончики. На ножке сидят хорошо. Тоже, кстати, 38 размер, но они мне ни капельки не великие. Вот так вот мы выбираем. Очень хорошо, что вы можете в течение 21 дня вернуть. Вот, такая вот красота. Честно скажу, очень они мне понравились. Безумно классные, да, протектор тут ничего такой нормальный. Вот, ну, конечно, они идут не на зиму. Они идут на осень, на позднюю осень. Но когда выпадет первый снег, вы в них будете мерзнуть. Подошва тонкая. И я считаю, что вы в них можете легко замерзнуть. Так, в принципе, все хорошо, все отлично. Да, то есть там внутри логотипчик Фаберлик Валентин Юдашкин. Вот оно, покрытие. Да, меховое покрытие. Вот, они идут такого черно-синего, из синего-черного оттенка. То есть они не чисто черные, обратите на это внимание. Но они подойдут под все. Не обязательно носить чисто черные вещи. Вот я считаю, что в таких ботинках... Ну, я, если честно, не заметила, что они синие, когда они приехали, да, потому что они такие черно-синие. Вот, тут идет шовчик посерединке, стильненький, да, то есть так классно смотрится, и сзади идет шовчик. Вот, каблучок-шпилька, очень удобный, устойчивый каблук, невысокий, колодка для меня удобная, для меня очень удобная. Теплые, утепленные брюки для мужчины. Это я заказала своему мужу. Вот, такие вот они простенькие. И что тут указано? Брюки для мужчины, артикул 194-587, цвет графитовый, размер 56, состав 100% хлопок, утеплитель 100% полиэстер. Да, тут есть утеплитель, они весьма теплые. Пуговка вот такая простенькая, если честно, меня как-то она немножко разочаровала, да, видите, обычная пуговица. Так, молния простая, пластмассовая, бегунок, по-моему, железный, да. Внутри вот такой вот идет начосик, да, вот если посмотреть, где нет кармашков, вот он такой начосик, небольшой, да, то есть карманы все глубокие, удобные, как надо нашим мужикам, которые любят все терять, ну, лично мой все терять любит. Да, сзади тоже карман на пуговице, весьма-таки глубокие, вот до сюда, да, то есть 5 петелек под ремешок, а снизу обычные прямые, да, обычные прямые, так, это были просто ниточки, да, и вот утеплитель идет до самого, до самого, как даже сказать, да, до самого низа изделия. Вот такая вот обычная штаны, которые можно носить, ну, везде, в магазин сходить, там еще что-то, вот, и вот такая вот шикарная вещица, обычно муж ругается, что я ему много заказываю, тут я ему показала, и вы знаете, он сказал, бери, такую мне надо, и она на самом деле очень красивая, хорошенькая, карманы, в принципе, глубокие, удобные, вот, она очень теплая, это красота, называется трикотажная толстовка для мужчин, цвет черный, артикул 194 542, размер 56, ткань первая, рукава и спинка, да, рукава и спинка, 60% хлопок, 40% полиэстер, и ткань вторая, полочка, вот эта вот, да, это идет 100% полиэстер, да, я думаю, вы слышите звук, значит, вот такой вот замочек пластмассовый, спинок железный, простой, внутри все тепленько, хорошо, да, как вы видите, тут полиэстер, а тут такой теплый небольшой начесик, да, то есть кофта весьма такая плотная, а перед теплее, чем спинка, это 100%, так, далее, значит, идет, на резинке идет, как его, горло, прошу прощения, забыла, да, на резинке идет нижний рукавчик, да, рукавчик тоже идет, давайте посмотрим, с небольшим таким начесом, но весьма теплым, да, как вы видите, вот такой он, весьма теплый, да, и низ изделия выполнен тоже с резинкой, с резинкой, с утягивающей, резиночка такая эластичная, эластичная, очень мягкая, но я не знаю, не должна, конечно, растянуться, но такие вещи обычно стираются редко, потому что дома мы в них не ходим, я не знаю, может, раз в две недели их надо будет стирать, что-то типа этого, не знаю, как они переживут стирку, но обычно все вещи до единого стирку переживали хорошо, даже были костюмы, которые я заказывала, и так, ну что ж, сейчас мы перейдем к примерке, вот, сейчас хочет Антон показать свою трикотажную толстовку для мужчины, и брюки для мужчины цвет графитовый, утепленные, все пришло в 56-х размерах, нам не велико и не мало, да, то есть, Антох, ну давай. Ну, удобно, и то, что практично, вот это вот место, вот, это как под спортивный костюм, да, здесь меньше будет стираться, и меньше видно то, что она уже ношена, что-то типа. Да, здесь это именно уже идет как балоника, ткань, похожая на балонь, и она будет более износостойкой. Катерина уже хочет мою кофту себе забрать, а я думаю, оставить ее, не оставить. Антох, ну что, твое первое впечатление, резко в ней тепло стало? Ну, нормально, но... Нормально, да? Угу. Задом тоже хорошо. Отойди немножко подальше, штаны посмотрим. Штаны как сели? Хорошо. Чувствуешь, что теплые? Да. А передом повернись. Сзади два кармана и спереди два кармана, да? Угу, и по длине вроде бы нормально. Глубокие. Глубокие, удобные, да? Ну все, будешь носить с удовольствием, надеюсь. Сейчас на мне платье из гофрированного бархата. Размер 46-й стоит оно, ну, полторы тысячи по каталогу. 1200, минус 20 процентов, да, 1200 по цене консультантов. В принципе, нормальное платье, но мне кажется, что я с размером не угадала, если честно. Потому что на спине оно немножечко висит, и как-то вот оно бесформлено, мне не хватает поясочка. Ну и, конечно же, обувь у нас у обеих от компании Фаберли, как вы видите. Катерина сейчас в обуви. Катя, опиши ощущения, удобно, неудобно. Они у меня велики, вообще-то, на два размера. Но неудобные. Удобные, да, надо было меньше. Мне до 25 лет гнездой сейчас. Копить будем, да? Да. Что ж, в целом заказ мне понравился. На возврат вот платье, вот эта кофточка. На возврат будет розовый, как его? Комбинезон. Да, розовый комбинезон. Платье мультикалор. Платье мультикалор, да. И вот эту вот зеленую накидку, не знаю, оставлять ее, не оставлять. Потому что, по идее, она мне нравится, она классная. Катюш, как думаешь, оставить? Оставь. Вот, не знаю, очень нравится, как бы она мне. Ну, если вдруг я не захочу все-таки ее носить, я ее подарю маме у Антона. Могу тебе, если хочешь. Ну что ж, с вами была Кононова Анна, оператор Кононов Антон, дочка Шишкина Екатерина. Были рады быть вам полезными. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. И вы всегда будете в курсе всех событий. Видео выходит практически каждый день.